Здравствуйте! Вы смотрите Нижегородский информационный канал «Просто» в студии Александр Пичугин. Сегодня мы расскажем о проблеме, которая имеет запах, о новых детсадах, о том, кого в Нижнем называют «Человек-змея», а также о творческом использовании туалетной бумаги. Подробнее обо всем этом в ближайшие полчаса. Героя нашего следующего репортажа зовут Алекс Калашников. За невероятную гибкость его еще называют «Человек-змея». Как он дополз до жизни такой? Просто очень любил голливудские боевые фильмы. Репортаж Валерии Комиссаровой. Супергероями не рождаются, а становятся. Человека-паука, например, укусил, как ни странно, паук. Железный человек сделал свой легендарный костюм сам. А вот кто укусил или поставил эксперименты над Алексом, пока остается загадкой. Вот, теперь ножки пошире. Наклоняемся вперед, руками до пола. Ты с ума сошел? Короче, и все. Началось все с Мандама. В детстве фанател Жан-Клада Мандама. В 6 лет увидел фильм с его участием. Понравилась его пластика, растяжка, как он ногами владеет. И в садике у нас был парень, один мальчик точнее. Занимался он то ли тэквондо, то ли каким-то единоборством. И показал там эту растяжку. И начал у нас парней, кто повторит, типа, давайте я вас тоже на шпагат посажу, показал шпагат. Ну и все, вот так вот я сел на шпагат, посредством вот этого всего. И, ну, некоторые удары ногами хорошо уже делал, так фильм насмотрелся с ним и перевело меня это все дело в карате. Каждая работа, в принципе, сама по себе хороша, но мне больше нравится, где персонажа можно раскрыть хотя бы хоть как-то, хоть чуть-чуть, показать себя, показать, что ты можешь. Ну, в основном я играю отрицательных персонажей. Началось с кикбоксера, кикбоксер повлиял на меня, очень большое впечатление оставил в голове них, Владимир. Ну и караваэкспорт это все дополнил. Я бы хотел, ну, опять же, вот Джеки Чан, пока он еще жив, поработал бы, Микки Рок поработал бы, со Сталлона поработал бы. Иисуса Христа бы я с удовольствием сыграл бы, вот, всегда мечтал. У меня была мания, занимался каждый день. И параллельно, конечно говоря, я обычно как делал, либо перед качалкой потянулся, покачался, потом обязательно после нужно потянуться опять, потому что мышцы забиваются, и чтобы они не теряли эластичности. И потом я вот просто, ну, в последнее время, где-то у меня год просто отдых от качалки, ну, как бы даже это нельзя сказать, что это отдых просто от качалки. Ну, просто так получилось. Физически просто устаю, морально просто работаю, матываюсь с людьми, вот. Ну, а так физухи мне хватает, и без этого поддерживать свое состояние можно, то есть, ну, нормально, более-менее. А с 2013 года много чего не ем, просто тоже переосмыслил. Это мне нужно для моей, ну, чтобы на пик вывести эластичность, как его гибкость, чтобы была на максимальную кондицию. А то я много чего не ем. Мясо, например, не употребляю. Мясо влияет на эластичность мышечных волокон, сухожилия, связок, ну, они дубовыми становятся. Ну, и так вообще, в принципе, не вижу нужды в определенных продуктах. Нужно просто поднять попу с дивана, прийти в зал, задаться целью, встать хотя бы для своего мужа, для своего парня, ну, чтобы быть желанной, красивой, стараться всегда с каждым разом, что бы он хотел. Вот. И прийти в зал, заниматься, начать хотя бы хоть какой-то физической деятельностью, активностью. И постепенно, постепенно все будет улучшаться. Иногда прогибаться под изменчивый мир очень даже полезно. Иначе человеком-змеей стать невозможно. Спасибо.